Приветствую! В этом ролике речь пойдет о новой работе палеогенетиков под руководством Сванте-Паабо из Германского института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге, в которой исследователи сообщают о третьем по счету неандертальском геноме, секвенированном с высоким охватом. Объектом исследования стала представительница неандертальцев из Чагырской пещеры в южной части Алтайского края, проживавшая там около 60-80 тысяч лет назад. Из предыдущих работ известно, что неандертальцы, населявшие Европу и Западную Азию, распространились на восток до Алтая на юге Сибири. Но географическое происхождение и время прибытия популяций неандертальцев остаются неразрешенными. В результате раскопок в Чагырской пещере было обнаружено 90 тысяч каменных и костяных артефактов и 74 фрагмента окаменелости неандертальца, а также останки животных и растений, извлеченных из слоев возрастом от 59 до 49 тысяч лет. В предыдущей работе уже описывались находки из пещеры, но об этом упомяну чуть позже. А по результатам новой работы представительница Чагырской пещеры оказалась генетически ближе к европейским неандертальцам, чем к более древним неандертальцам из Денисовой пещеры, расположенной в 106 километрах восточнее Чагырской. Помимо этого в Денисовой пещере были найдены останки девочки, у которой отцом был денисовец, а мать неандерталка, как раз относительно тесно связанная с более поздним неандертальцам из хорватской пещеры Виндия. Так что эти древние популяции встречались в Алтайском крае. А связь с Виндией указывает на замену неандертальских популяций. Молекулярно-генетическое датирование показало возраст образца Чагырская 8 в пределах около 80 тысяч лет. Но вот оптически стимулируемое люминесцентное датирование археологического слоя находки показало возраст в 60 тысяч лет. Это может указывать на то, что генетические даты, основанные на текущей частоте мутаций у современных людей, неверны. Возможные объяснения могут быть связаны с тем, что у неандертальцев частота мутации была ниже или она изменилась у современных людей в последнее время. Отношение к другим неандертальцам и денисовцам Чагырская 8 имеет больше производных аллелей с неандертальцем из хорватской пещеры Виндия под номером 3319 и другими более поздними неандертальцами Европы и Кавказа, чем с более древним неандертальцем Денисова 5 Алтая. При этом представительница Чагырской пещеры разделяет меньшее количество производных аллелей с другими неандертальцами Европы, которые там жили примерно в то же время, что и хорватский неандерталец. Чтобы лучше понимать сказанное и не запутаться, рекомендую смотреть графику с возрастом образцов. Также Чагырская 8 разделяет больше аллелей с дочкой Денисовца и неандерталки из Денисовой пещеры, что в совокупности со схожим распределением производных аллелей с Денисовцем Денисова 3, как и у Виндии 3319, указывает на более близкую связь Чагырской неандерталки с матерью девочки из Денисовой пещеры. Подтверждение данных археологии. В февральской работе этого года российские археологи совместно с учеными из Германии, Польши и Канады отмечали, что инструментальная сборка Чагырской пещеры хронологически и технологически пересекается с микокской индустрией Европы и Кавказа. При этом популяции микокской культуры считаются специализированными охотниками на лошадей и бизонов, адаптированными к окружающей среде степей и предгорий. Авторы предыдущей работы связывали их присутствие на Алтае с миграцией неандертальцев из Восточной Европы на Восток вдоль евразийского степного пояса в холодных и засушливых условиях около 120-80 тысяч лет назад. Отсутствие микокских артефактов в Денисовой пещере в отложениях возрастом от 59 до 49 тысяч лет объяснялось тем, что Денисовая и Чагырская пещеры в разное время были заняты двумя отличающимися неандертальскими популяциями. Эти предположения, основанные на материальной культуре, теперь подтверждены и генетическими данными. Отношения с современными людьми Учитывая, что современные неафриканские популяции имеют около 2% неандертальской ДНК, в результате примесей между 50 и 90 тысячами лет назад, Чагырская 8 разделяет больше аллелей с современными популяциями людей за пределами Африки, чем более древний образец Денисова 5, но меньше, чем в Индии 3319. А это указывает на то, что неандерталицы с Хорватии ближе к неандертальским популяциям, которые унесли большую часть ДНК в популяции современных людей. Небольшой размер популяции и инбридинг. По гомозиготным участкам определенной длины, тут я не буду вдаваться в подробности, что такое сантимарганиды, исследователи определили, что алтайские неандертальцы жили в подгруппах численностью 60 и менее человек. При этом денисовцы и более поздние группы современных людей Алтая были более многочисленны, примерно от 100 человек и более. Помимо этого, хорватские неандертальцы, по-видимому, также жили в группах большей численности, но это различие является лишь незначительно статистически значимым. Генетические особенности у неандертальцев Используя три неандертальских генома с высоким охватом, исследователи идентифицировали 993 фиксированных несинонимических замен среди 889 генов. При анализе генов, преимущественно экспрессируемых в разных областях мозга, исследователи обнаружили, что гены, экспрессируемые в полосатом теле мозга у подростков в возрасте от 12 до 19 лет, могут быть связаны с ослабленным отрицательным отбором. Это когда удаляются вредные аллели. Однако некоторые из белков, кодируемых этими генами, могли быть мишенями и для позитивного отбора. При этом такие замены, возможно, были ликвидированы отрицательным отбором у современных людей. Помимо полосатого тела, гены, экспрессируемые в различных частях теменной, префронтальной и первичной самотосенсорной коре подростков неандертальцев, несут более фиксированные замены в своих регуляторных областях, чем гены, экспрессируемые в других областях мозга и в другом возрасте. При этом некоторые гены теменной коры связаны с речью и математическими способностями. Также гены, вовлеченные в положительный отбор у неандертальцев, могут быть связаны с развитием нервной системы, иммунитетом и заживлением ран, а также функцией митохондрий. Некоторые подобные области генома также подвергались положительному отбору и у современных людей. Кроме того, среди главных фенотипов, связанных с изменениями у неандертальцев, есть аномалии в частях скелета, где подчеркивается морфология неандертальцев, как, к примеру, переносится и грудная клетка. Выводы. Итак, представительница неандертальцев из Чагырской пещеры более тесно связана с хорватским неандертальцем в Индии и другими более поздними неандертальцами Западной Евразии, чем с более древним неандертальцем, представленным образцом 5 из Денисовой пещеры. А стало быть, Чагырская 8 связана с неандертальцами, которые эмигрировали на восток где-то между 120 и 80 тысячами лет назад и принесли свою материальную культуру, что подтверждается и артефактами, обнаруженными в Чагырской пещере. При этом, эта новая волна неандертальцев на периферии своего ареала сталкивалась с популяциями денисовцев, проживавших в Сибири. Не обошлось и без дружбы организмами, на что указывает их совместное потомство в виде девочки Денисова 11. Хотя, может, эти контакты были и не совсем добровольными, мы-то имеем лишь результат, а по своей воле или нет – неизвестно. Но это неудивительно, учитывая малочисленность и изолированность популяций алтайских неандертальцев. Помимо этого, побочным эффектом малочисленной популяции было наличие генов, экспрессируемых в полосатом теле мозга, которые могли нести специфичные для неандертальцев изменения, но были не выгодны современным людям. По мере получения более качественных неандертальских геномов, появится и возможность всесторонне изучить гены и группы генов, которые несут функционально значимые изменения для неандертальцев, а также сравнить их с современными людьми. А в завершении хочу напомнить, что у канала есть телеграм и другие ресурсы, отмеченные в шапке канала, где публикуются в том числе и текстовые варианты статей, поэтому не забывайте на них подписываться. Также призываю поддержать канал на патреоне по ссылке в описании к роликам. Это позволит приобрести более совершенное оборудование, что может способствовать увеличению количества роликов, иначе канал не выживет. Поэтому не забывайте подписываться на канал, делиться видео в социальных сетях и оставлять свои комментарии.